привет друзья сегодня у нас четвертый день наших стартов и сегодня я буду начинать вязать платочек или бактус из вот этих вот трех моточков альпака на шелке 150 метров 50 граммах спицы два с половиной три буду вязать на троечке скорее всего платочной вязкой ну попробую повяжу конечно как будет смотреться лицевая гладь и посмотрю пару мастер-классов потому что хочу начать от середины платка от нижнего уголка для того чтобы вывязать все до конца и не осталось ниточки совсем вот возможно еще загляну в книгу у меня есть книги с японскими узорами там есть описание палантина узорами посмотрю сколько туда уйдет ну в общем то я не хочу узоров вязать потому что это не мое как бы я не люблю такие вещи я люблю все простое чтобы если для себя вносить то надо что-то попроще вот поэтому такие вот дела так ну что сказать все вечером обязательно подключусь и покажу что у меня получилось за целый день конечно все количество которое я начала этих изделий она меня вводит в шок потому что мне не свойственно такое большое количество одновременно вязать изделий но что не сделаешь ради блогерство ради своего канала вот решила впервые я ввязаться в такую историю но пока ничего говорить не буду когда закончатся наши старты я обязательно поделюсь с вами своими впечатлениями какие я сделала выводы делаю выводы еще пока не сделала их до конца и буду в общем то полностью свое мнение об этом обязательно в заключение заключительной серии в понедельник либо воскресенье обязательно расскажу вот ну все я побежала смотреть мастер-классы и начинать мое четвертое изделие друзья мои в общем начала я вязать свою свой бактус тире платок и посмотрите как ложится эта ниточка и мне совершенно не нравится для нее я думаю подойдет совершенно другой узор не платочная вязка платочная вязка не подходит и она еще очень колючая платок мы же будем планируем до обычно как предполагается что у нас будет возле лица и возле шеи поэтому что-то я передумала вязать не буду наверное продолжать сейчас распущу и начну хочу показать вам какие варианты я придумала вот есть у меня вот такая книга я думаю она вам уже знакома кто вяжет тот знает про нее и вот в этой книжке есть вот такие вот модели есть вот такой вот диагональный платочек вернее это не платок это шарф сейчас поближе покажу вам как вот тут вот такой рисуночек описание здесь нет поэтому думаю авторские права мы не на не нарушим и есть еще вот такой платок платок вот тоже треугольный ну не знаю и можно связать вот такой шарф такой я не хочу такой тоже особо мне не нравится и шарф вот этот вот этот вот мне понравился шар и есть еще вот такой платок но этот платок здесь из махера а это получается здесь что-то шерстяное но что вот я думаю я вам говорила что шарфы я не ношу и мне они не нравятся я ими не пользуюсь поэтому и тем более какой-то такой в общем такой аксессуар который близко будет к шее он не должен быть такой колючий вот что я думаю поэтому свою идею я откладываю вязать пока не буду ничего из этой нитки потому что она невозможно колючая как оказалось из нее мне кажется классный получится если вязать шарф то во первых кому-то на подарок а во вторых можно связать такой знаете полу патентной резинкой или английской резинкой вот вот это будет мне кажется классно она и держать будет хорошо это пряжа потому что она смотрите пружинит здорово вижу она на спицах три с половиной так вот она классно пружинит поэтому я думаю вот такую косичку резинку один на один будет будет хорошо смотреть сейчас я наверное попробую начну и что получится покажу вам в конце этого дня друзья мои кажется у меня тут кое-что начало получаться посмотрите какая классная резинка получается из этой нитки английская резинка по моему она называется когда провязывается а предыдущая лицевая петля предыдущему ряду вот сейчас хочу ее сейчас закрою этот образец хочу постирать и если он останется точно такой же пружинистый обалденный то я думаю что не стоит тратить эту нитку на шарф который никто не будет носить а лучше я думаю надо докупить такой же ниточки и связать классный кардиганчик в этом году по он даже вот в предыдущем году до все вязали кардиганы вот из такой вот резинки они были полностью связаны и получается это как раз то что надо то что не развалится но я раньше времени конечно тоже выводы делать сейчас пойду постираю и потом вечером покажу вам просто образец сегодня старт у нас оказался вот такой можно сказать исследовательский как такового изделия я не начну но по крайней мере исследую эту нитку и определюсь что же буду делать потому что вязать тоже что попало то что будет валяться как бы не хотелось время тратить сами понимаете наше время это самое ценное что у нас есть вот и вот еще что это нитка не терпит металл одна непослушная не получается на деревяшках получается уже более-менее ровны и можно ее хоть как-то контролировать все пойду вязать надеюсь она высохнет образец до конца вечера до конца дня сегодняшнего и обязательно покажу вам вообще можно было бы конечно вот так связать шарф но зачем он нужен кто его будет носить вот в чем вопрос вот так поэтому будем вязать плечевое все пошла стирать и постараюсь показать вам вечером что же с ним станет расползется или не расползется вот в чем вопрос и того финальное подключение и вот что стало с образцом после стирки то есть посмотрите в этого с ним ничего не произошло такого уж прям ужасного пружин пружинки остались она осталась такое же такое же классное такое же воздушное сохранила форму вот этой косички не стала плоским совершенно поэтому я считаю что я правильно приняла решение вот буду докупать нитку и в дальнейшем вязать какой-нибудь такой кардиганчик таким вот рисуночка чтобы он был воздушный теплый пушистый и шелковистый хочу посмотреть на маркетплейсе сколько стоит такая пряжа потому что здесь у нас я покупала ее довольно таки дорого не бюджетно там что-то около 500 рублей что ли за моточек в общем дороговатая пряжа по крайней мере в хабаровске у нас и поэтому надо посмотреть где-то в другом месте альтернативу ну все вот такие вот у меня продвижения за сегодня смешные ну не всегда же быть продуктивными нам и вязать какие-то вернее заканчивать день каким-то полноценным изделием или начинанием иногда получаются и вот такие вот старты ну хотя бы я выяснила для себя что бактус точно нет платок точно нет шарф либо палантин я не ношу такое у меня не не в ходу поэтому будем вязать что-то другое все всем пока пока до завтра и завтра нас ждет финальный старт